МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уравнение всем понятно? Смодулируйте у себя на компьютере. Здравствуйте. Здравствуйте. Кравчук Юрий Петрович? Да. Пойдемте, надо поговорить. Да. Работайте, работайте. Субтитры сделал DimaTorzok До свидания. До свидания. Не дергайся, ботан. Подождите. Слышь, ты хакер, Фигов. Ты чего русского языка не понимаешь? Ладно, давай загружай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Николай Чернов, бывший генеральный директор компании «Русский строитель». Предполагаемый заказчик похищения Наде. Да я отлично помню этого Чернова. И как дело вела против Фима, помню. Когда опрашивала, тоже помню. Знаешь, какой он подлец? Я бы собственными руками его задушила. Да поздно, Таня. Два года назад он убит у собственного подъезда выстрелов в упор. Заказное? Знаешь, судя по всему, да. До сих пор оно не раскрыто. Главный подозреваемый по делу проходил компаньон Чернова, который после смерти возглавил его компанию. Я думаю, что у него был очевидный мотив. Улик не найден, а сработано очень чисто. Вот. Вот он. Щетников его фамилия. Щетников? Щетникова я тоже припоминаю. Я его допрашивала. Что, ты думаешь, он причастен к похищению Нади? Ну, знаешь, даю процент в девяносто, что знал. Там была такая каша. Наверняка они вместе расклёбывали, если это вообще их рук дело. Послушай, а что с ним сейчас? Да все нормально, руководит компанией, в уст не дует. И как заставить его говорить? У нас ведь нет никаких рычагов. Ну, для начала. Для начала я думаю, нам надо попытаться с ним встретиться. Я могу на вечер назначить встречу как-то. Конечно, конечно, я могу. Костя, слушай, я же на работе не была. Костя, я не знаю, что бы я без тебя делала. Давай, договорюсь. Ладно, пока, до встречи. Я позвоню тебе. Ну, Ладик, сколько можно? Сейчас, сейчас почта что-то виснет. Давай после фильма отправишь. Пятнадцать минут до сеанса. Ну, тут срочно. Почти. Почти. Вот. Владислав Игоревич. Да. Собирайтесь. Пойдемте с нами. Есть разговор. Не понял. Влад, что это такое? Вы вообще кто? Девушка, это наши внутренние профессиональные дела. Да мы куда с вами не пойдем, Влад? Подожди, подожди, Айс, успокойся. Я тебе напишу, иди пока в кино. Влад! Олегу сообщи, пусть сматывается из города. Ну, Орлы. Да мы ничего не знаем, поймите. У Олега они все ключи, они в голове. И мы выполняли лишь его приказание, понимаете? Он нам сказал, что нас подставили. Мы все данные, мы перекодировали и бежали в Москву, понимаете? Ну, за идиота меня держите. Да у нас в обоих всего только части паролей. Мы вам их можем сказать, но только вы все равно ничего не разберете без Олега. Олег в какой-то секретной части в армии служил. Он в этом разбирается. Он работал с системой безопасности. Так вот, он создал биометрический код для компьютера. И поэтому без его отпечатков это теперь не машина, а просто груда металлолома. Значит так, попугайчики. Вы мне сейчас рассказываете все ваши пароли. Мои друзья вам помогут. Это на случай, чтобы вы ничего не перепутали и не забыли. Ну, я надеюсь, вы умные парни. Вы же не хотите, чтобы ваши близкие мучительно умирали. Я ясно излагаю? Не слышал. Да. Отлично. Молодцы. Не простудитесь. Полицейские остановили свадебный кортеж на севере города после жалоб местных жителей. В полицию обратились граждане, которые услышали звуки выстрелов на лоб. Здрасте. Ти-ти-ти-ти. Вся братца. Слушайте, а я слышу голос какой-то знакомый. И ты что же, она на криминальных новостях теперь сидит? Ага. Говори, что мы теперь коллеги. Хороший голос у Аньки, да? Да, красивый, красивый. Такой прям командный, вся на отца. Ты на что она мне крашу? Я что, ору что-то? Николай Иванович, ну что вы сразу же сказала, командный. Вы же командуете. Я сказала, что... Ну не ору. Да? Татьяна Юрьевна. Оля. Здравствуйте, здравствуйте. Так, я у себя. Я просто... Садитесь, что случилось? Я не знала, куда бежать. Я нашла записку. Я с мужем беда. Я всех обзвонила. Оль, подождите, успокойтесь, я ничего не понимаю. Какая беда? Что с мужем? Я вышла на минуточку в магазин, и я возвращаюсь, а его нету, и записка на кровати. Татьяна Юрьевна, он руки на себя наложит. Подождите, какая записка? Записка с собой? Да. Оленька, я тебя очень люблю, но я так больше не могу. Береги себя и Мишку. Так, подождите, а с чего вы взяли, что он руки на себя наложит? Может быть, он просто ушел? Он все время говорил, я не хочу жить, я не хочу так жить. Оль, Оля, так, давайте думать, куда он мог пойти еще. Я не знаю, куда угодно. Ну, подождите, он на заводе же у вас работал, правильно? Два месяца назад его уволили. Он не мог работу себе найти. А то в садике там что-нибудь делает, ремонтирует, а то крышу чинит. Крышу? Какую крышу? Здесь недалеко, шестнадцатиэтажка. Вася, стойте! Оля, уйди отсюда, я все равно это сделаю. Можно с вами поговорить? Пусть она уйдет. Она уйдет, она уйдет, мы можем поговорить? Пусть сначала уйдет. Макс. Оленька, давайте сделаем так, как мы говорим. Оля, это единственная возможность. Пойдем, пойдем, пойдем. Я уже все решил. О чем нам говорить? Скажите, зачем вам все это нужно? Если бы вы были на моем месте, вы бы не спрашивали. Если бы я была на вашем месте, я бы спросила себя, я бы спросила себя, зачем мне нужно умирать? Потому что это не жизнь. Понимаете, я в долгах по горло. У меня ипотека, кредит за машину. Чем я буду платить? Чем? Я же просил директора. Умолял его. Я же сказал ему, у меня сын маленький. Ватя болеет, а он... Вы сами сказали, у вас ребенок маленький. Зачем вы хотите оставить его сиротой? Вы отдаете себе отчет? Вот, еще как отдаю. Это же все для них. Для Ольки с Мишуткой. Не будет меня, не будет проблем. А они хоть поживут нормально. Нет. Нет, у них квартиру заберут за все ваши долги. Вы что, не понимаете этого? Нет, нет. Я же все решил, я же... Я же застраховал. Я жизнь свою застраховал. Ну вот, полез на крышу чинить. Упал. Несчастный случай. Им положена компенсация, я знаю. Там много денег, там хватит. И на квартиру, и батя на лечение. Стойте! 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 КОНЕЦ Уходите. Я вас очень прошу, уходите. Даже если вы меня снимете с этой крыши, я ведь все равно найду другой способ. Подождите. Скажите, кем вы работали, пока вас не сократили? Автомобили собирал. Десять лет подряд. Пять дней в неделю. Значит, вы хороший специалист, так? Кому это надо? Производства-то нет? В Москве нет, но есть в других городах. Где? Кому я там нужен? У меня дядя в Тольятти работает на автозаводе. Руководитель. Если что, он может с вами провести собеседование. Конечно, конечно. Вы будете жить и работать в Тольятти. Вместе с Олей, с Мишей. А квартиру московскую можно сдавать. И вам хватит на ипотеку. Бред какой-то. Да нет, нет. Это не бред. Это предложение. Вы не врете? Послушайте, если я вру, вы сами это поймете. Сами это поймете и снова залезете на крышу. Нет, нет, нет. Завтра мы вам сделаем собеседование с дядей по телефону. Ну, соглашайтесь. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Давайте. Макс. Да. Макс. Ты понимаешь, что ты сейчас человека спас? Да я-то чего? Это все вы. Вы нашли правильные слова. Даже нет интонацию. Таня, Танюш. У меня для тебя есть важная информация. Расследование надо провести. Какое расследование? В 129-й квартире бордель образовался. Публичный дом, что ли? Да проститута, что я. Музыка орет. Мужики горланят, девки визжат. Позорище. Так. Это какая квартира? В ней Клавдия Петровна жила. Ее похоронили, так внучка ее Маринка бордель организовала. Сама в Солнцево живет. Ужас, что творится. Ужас. Ужас. Ты чего стоишь? Давай записывай. 129-я квартира Марина. Тань, только ты интяни. Ты сейчас иди. Что же мне делать-то? Мне на работу вас скоро надо брать. Вон хотя бы вместо Макса. Татьяна Ильевна, а что это сразу вместо меня? Ну, ты же на учебу скоро едешь. С кем я буду работать? Ну. Ладно, давай, иду сейчас в участок, дежурь. Я скоро подъеду. Есть. А, 129-я? Да. А, 129-я? Иду, иду. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Марина? Я? А, Марина, да. Жалобы поступила от соседей. Говорят, шумите, гостей по ночам выньте. Слушайте, да это, 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 это все бабки. Им мерещится черт знает что. Вот телевизор погромче сделаешь, а не давай панику разводить. А вы одна проживаете, да? Я? Не, я не проживаю. Я, знаете, я захожу туда цветочки полить, ну и так отдохнуть от домашних. А они говорят, шум регулярно. Слушайте, ну я вам объяснила, это все бабки из ума совсем выжили. Я не даю заявок катать на всех подряд. Вы разрешите, я пройду? Пожалуйста. Спасибо. А вот эта красота для кого, если здесь никто не проживает? Да это племяшка моя любимая из Самары приезжает на пару дней. Я вот к ее приезду все обустроила. Красиво, да? Я хочу вам напомнить, что так, на всякий случай, незаконная сдача квартиры в аренду, без уплаты налогов и временной регистрации жильцов, это административное правонарушение. Ой, как? А я ничего такого административного не нарушаю. Я просто бесплатно пускаю на несколько дней пожить. А что тут такого? Это же личное дело каждого, да? Да, безусловно, ваше личное дело. Если можно, я на днях зайду, познакомлюсь с вашей племяшкой. Ага, обязательно. До свидания. Ага, до свидания. Не шумит? Ну, здравствуй, Олеженька. Будем знакомиться? Вы кто? Давай я сперва расскажу тебе, кто ты. Ты Олег Кончаров. И нам тебя заказали. Понял? Что вам нужно? Скажи, этого знаешь? Нет, на этого. Это твои друзья, хакеры, с которыми ты изобрел программу, с помощью которой можно взломать даже самую защищенную систему. Немецкие инвесторы оплатили вам дорогу в Берлин, купили оборудование и так далее. А вы в один прекрасный момент смотались в Москву и вместо того, чтобы оставить законченный продукт, оставили подделку. Нет, нас хотели кинуть, мы это поняли и сбежали. Олег, так это не мое дело, кто кого хотел кинуть. Мое дело доставить тебя в Берлин. Пожалуйста, давайте договоримся. Эта программа стоит несколько миллионов долларов. Я заплачу. Мне уже заплатили, Олеженька. Заплатили за твою голову. Тихо, тихо, тихо. Да ты не бойся. Ты им нужен живой. Так что, полетишь в Берлин. Из тебя, конечно, дороги твои друзья. На, они у нас в заложниках. Освободим тогда, когда будет сигнал из Берлина. Теперь все вспомнил? Прошу, присаживайтесь. Татьяна Юрьевна, вы совсем не изменились. Даже стали интереснее за эти три года. Не три, а пять. Прошло пять лет. Да вы что? Так время быстро бежит. Надо же. А спутника своего представите? А я думаю, он представится сам. А Константин Азаров, пожалуйста, следственный комитет. Очень приятно. Даниил, Щетников. Какими судьбами? Я смотрю, вы храните память о коллеге, да? А, ну, конечно. Потом, Коля не просто коллега. Он основатель компании и мой близкий друг. А и все-таки, с какой целью ко мне? Неужели решили прикупить участок под розами? Вот это, я понимаю, торжество справедливости. Пять лет копали, под нас не давали работать. А теперь решили воспользоваться плодами наших трудов. Вы знаете человека по фамилии Кротов? Нет, а кто это? Это двоюродный брат Чернова. Наркодилер. Нет, знаете ли, Чернов не знакомил меня со всей своей роднёй. Да и наркодилер мне ни к чему. А в чём дело? Кротов участвовал в похищении моей дочери Нади, которую организовал Чернов. Замысел был реализован блестяще. Я ушла из прокуратуры. Ушла искать свою дочь. А на ваше дело поставили другого, более лояльного следователя. Малкина, правильно? Послушайте, суд оправдал вас. Ваш бизнес пошёл в гору, вы получили колоссальные прибыли. Остается один вопрос. Где девочка? И что с ней после того, как вы достигли своих целей? Я ничего не знаю. Ну, а если мы имеем доказательства против вас? Послушайте, максимум, что у вас есть это доказательство против Чернова. В чём я тоже очень сомневаюсь. Скорее всего, у вас есть какой-то бред. Некого мифического наркодилера. Так что не надо меня шантажировать. Подождите. Ну, вы получили всё, что вы хотели. Вам ничего не стоит рассказать мне правду, я обещаю вам. Слушайте, я клянусь вам, я не буду никого преследовать, я не буду ничего раскапывать. Я просто хочу найти свою дочь. Увы, ничем помочь не могу. Если стоит что-то вспомнить, позвоните. Вот моя висетка. Может, хватит же, а? Глеб, прости. Прости, я вообще ни о чём не могу думать больше. Скажи, а если мы найдём Надю, ты её будешь любить? Ну, хватит уже с этим Кротовым, а? Он подонок и мёртвый, а я тебя люблю и звой. Я тоже тебя очень люблю, очень. Пойдём, я тебя уж надо покоролю. Пойдём. Кто там? Чё, кого-то ждёшь, что ли, ещё? Здравствуйте. Здравствуйте. Петрова Татьяна Юрьевна, ваш участковый. Вас как зовут? Света. Света, вы здесь проживаете? Нет, я в гостях. Тётя Марины. Светка! Скоро уже уеду. Слышь? Понятно. Можно ваши документы посмотреть? Кто там пришёл? Сейчас. Кто там? Чё там? Тихо, тихо, тихо. А это мой друг, мы с ним вместе были в Италии. Устала с дороги. Тётя говорила, что вы в Самаре живёте, а здесь Саратов. Так она вечно путает. Самара, Саратов. Светка, ну хорош, там трехмах. Ну, вы же понимаете, что я всё понимаю, да? У вас ко мне ещё какие-то вопросы? Или к моей тёте? И, кстати, тёти здесь нет. Она в другом месте проживает. Если чё. Документы вашего друга можно посмотреть? Ладно. Да ты долго ходить будешь ещё, а? Светка, слышишь? Секунду. Пожалуйста. Это он из Борисоглебска. Ага. Это у вас такая любовь на расстоянии? Да, сильная. Тёте своей огромный привет от меня передавать. До свидания. Привет. О, здравствуйте, Татьяна Юрьевна. А, ну чего, как там проституточная? Работает проституточная. Познакомилась с прекрасной, очаровательной девушкой Светланой. Говорит, что племянница. Ну, в общем, поддерживает легенду. Да, ну, может быть, это всё-таки не легенда, а лично погорячилась. Макс, я тебя умоляю, ты бы её видел. Значит так, после работы ты пойдёшь в эту нехорошую квартиру. И посмотришь, кто там. Светлана, Снежана или Анжела. Только я тебя прошу, Аню с собой на этот раз не бери. Так, стоп, подожди, Татьяна Юрьевна, а чего я буду с этой Анжелой-то делать? Что совесть тебе подскажет, то и будешь делать. А вообще нужно взять данные и переписать все документы. Хорошо. Да, кстати, по поводу Василия, помните, на крыше? Всё, они созвонились с дядей и провели собеседование по телефону, и теперь он у него работает. Прекрасная зарплата его устраивает, да? Более того, она даже больше, чем на прошлой работе. Ну, прекрасно, он, по-моему, мужик хороший и не пьёт. Я думаю, не подведёт твоего дядю. Да. Всем привет. Таня, ты сильно занята? Нет, а что? Слушай, я к Щетнику сейчас еду, есть подвижки, поехали, дороги расскажу. Да, конечно, Макс, нам нужно ехать, это очень важно, по поводу Нади, ты нас прикроешь? Конечно, конечно. Спасибо. В конце рабочего дня сразу к Анжеле. Да, да. К Анжеле? Те вроде Аня зазнула. Ой. Кость, ты так ничего не объяснил мне, он что, сам позвонил? Да. Я не понимаю, я не понимаю, что изменилось со вчерашнего дня, и вообще, почему ты решил, что сегодня он заговорит? Тань, да какая разница? Он сказал, что готов к сотрудничеству. Что тебе ещё нужно? Подожди, подожди, какая разница, я вообще не понимаю, какие у тебя дела могут быть со Щетниковым? Щетников мне попросил кое-что сделать для него, и я согласился в обмен на информацию. Так, и что он тебя попросил? Достать копии одного дела. Кость, ты понимаешь, что это должностное преступление? Я в курсе. Подожди, и что это? Это ты везёшь ему копию? Угу. Компромат на конкуренты. А если это всплывёт? Если Щетников на самом деле ничего не знает? Если он просто блефует? А знаешь, Володя-ка бы на моём месте сделал всё, чтобы помочь тебе. Даже если шансы были бы очень призрачными. Поэтому не спорь со мной. Кость, я даже не знаю, что сказать. Я же тебя во всех смертных грехах обвиняла всегда, а Володька тебя защищал. Кость, прости меня. Спасибо тебе большое. Всё хорошо. Живой? Эй-эй! Ну что? Детский сад. Пожалуйста, прошу вас, не отдавайте мне его. Я могу на вас работать бесплатно. У меня много разных идей. Знаешь, в чём твоя ошибка? У меня не было хорошего юриста. Ты думал, что ты имел дело с немцами, а на самом деле ты имел дело с нормальными русскими бизнесменами. Ну, по совместительству с бандитами. Да не может быть. Что ты сразу знаешь? Может, не может быть. Не ной. Готовься, ночью самолёт. Да. Скажи, ты летать боишься? Я боюсь. Хотя тебе чего? У тебя в жизни пострашнее моменты были. Не бойся. Ну, если ты хоть рыпнешься, я тебя, конечно, не убью, но покалечу. Усёк? Умница. Пойдём. Пойдём. Да, я подъеду сегодня. Ты будешь на месте? Давай. Вот, пожалуйста. Это ваше. Только после того, как вы нам расскажете про Надю. Я жду. Дело в том, что сейчас ваша папка для меня не очень интересна. А, я не понимаю, вы что, вы издеваетесь? К сожалению, кое-что произошло. Всё очень серьёзно. Речь идёт о жизни моего сына. Как минимум, моего безопасности. То есть, мы, Даниил Романович, с вами в равных положениях, да? Я беспокоюсь за дочь, а вы за сына. Татьяна Юрьевна, а Константин, не знаю вашего отчества, мне очень нужна ваша помощь. Если вы поможете мне, я тоже вам помогу. Скажите, вы всё время будете вот так вот держать нас на поводке, да? Да у меня действительно есть сын. Его зовут Олег Гончаров. Он программист, очень одарённый. Специализируется на антихакерских программах. Это очень серьёзная сфера. Серьёзные заказчики. Они вломились к нему домой, разгромили квартиру. Олега, я так думаю, куда-то вывезли и держат до рейса. Откуда эта информация? Тревогу забила девушка его друга Ася. В общем, я поднял свои связи, пробил аэропорт. И сегодня ночью Олег вылетает в Берлин. Билет выкуплен с чужой кредитки, понимаете? Я уверен, что его вывозят насильно. Скажите, а почему просто не пойти в полицию и не заявить, что планируется похищение? Нет, нет, нет. Это невозможно. История для Олега может закончиться ещё более плачевно. Если подключить полицию, нужно действовать в обход. Его зовут Олег Гончаров. Почему у вас разные фамилии? Ну, его мать была на меня так зла, что оставил ему свою. Олег тоже меня ненавидел, но я всё время наблюдал за ним, тайно помогал. Вот буквально полгода назад мы только вот начали общаться. Пожалуйста, помогите мне. Сначала вы скажите, что стало с Надей. Я скажу, куда её вывезли. Если вы вытащите Олега. Рейс Москва-Берлин. Вылет в полночь. Пассажир Олег Гончаров. Светиться нельзя. В прямой вырывать из рук похитителей тоже нельзя. Но это какие-то паршивые. Угодные. Ну, почему паршивые? На самом деле нам нужно просто его забрать из аэропорта, так, чтобы никто не понял, что это сделали мы. Ну, просто забрать, а? Проще простого. Ну, не знаю. Ну, можно создать какую-нибудь экстренную ситуацию. Какую? Бомбу будем закладывать за вылеты, да? Чтобы всех эвакуировали, а нас арестовали потом. Вы посадили? Ну, конечно, нет. Ну, что ты преувеличиваешь? Привет. Ты, Борис? Да. Ну, заходи, Борис. Что ты стоишь, как неродной? У нас просто соседи любопытные. Лучше лишний раз не маячить. А как тебя зовут? А как тебе нравится, так меня и зовут. А как тебе нравится? Алина. Ну, вот, очень приятно, Алина. Ага. Может, хочешь чего-нибудь выпить, а? Я за рулем. А, ну, правильно. Зачем время тереть, да? Пойдем. Хотя нет, лучше водички. Можно выпить. Водички. Хорошо. Водички, так водички. Хотя лучше чайку. Чайку. Да. С лимоном и два сахара. Боже, еще и с сахаром. Хорошо. Я сейчас сделаю. Только время уже идет. Если что, я предупредила. Давай. Я скоро. Смотри, допустим, мы приехали в аэропорт, нашли Олега и вычислили тех, кто его сопровождает. Что дальше? Ты понимаешь, что проблема в том, что Олег не знает о нашем существовании. Он не может нам ни подыграть, ни помочь. А мы вообще никак не можем его предупредить, потому что с ним этот конвой. Чувствуем, что мы домой не собираемся? Похоже, да. Привет. Так, над чем вы тут сидите? Зачем вам план аэропорта? Пытаемся разработать схему побега. От меня решила сбежать? Не получится. Глеб, нам правда не до шуток. Надо вытащить одного парня из зала вылета и не дать ему сесть в самолет. А с ним будет охрана. Они вообще ничего не должны заподозрить. И все? Это распыльно. Боря! Смотри, что я для тебя сделала. Держи. Так, музыка. Такая нравится, а? Да, нормально. Хорошо. Да, да. Урр! Алина, я хотел вас спросить, это... А? А скидки для постоянных клиентов имеются? Нет у нас такого. Извини. А девушку можно на дом вызвать? Боже мой, ну почему ты все время разговариваешь, а? Я тебе что, не нравлюсь, что ли? Нет, почему? Ну так смотри тогда. Я на будущее. Слушай, я же тебе сказала, нам специально для этого, для оказания услуг, снимают хаты. О, боги. Опять соседи. Сейчас. Кто? Это Борис. На восемь вечера же договариваются. На восемь вечера же договариваются. Какой еще Борис? Подожди. Ребят, предупреждать надо было. Это уже двойной тариф какой-то, а? Максим Давыдов, полиция. Мне нужно взять у вас показания. Больше ничего тебе не надо. Борис, вы кушите меня. Борис, откройте. Ну, вы главное не торопитесь. Институт сначала закончите, потом с вами на ноги встанете, а потом уже детек можно думать. Папа, у тебя вообще что в голове происходит? Здрасте. Что происходит? Что происходит? Предохраняться надо. Да, надо предохраняться. И ничего смешного нет. Ха-ха-ха. Потом смеяться будет. О, вот ты твой скорный аркот. Алло, да, стажер. Алло, Николай Иванович. Да, это я. У меня тут такое дело. Такое дело? Николай Иванович, вы можете кого-нибудь ко мне прислать? Меня в туалете заперли. А они... Да, Татьяна Юрьевна не отвечает. Макс, ты где? Я в борделе. Что? Аня? Ты что там делаешь вообще? Я на задании. Так, Аня, не паникуй. Я на задании. Меня-то сюда Татьяна Юрьевна направила. Ну, конечно, Татьяна Юрьевна направила. Кто же еще тут? Так, адрес бордели. Лепуй, мы едем. День тяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна. Здравствуйте. По одному. Мы втроем летим. Вместе подошли. Втроем. Сказали группу на симпозиум. Аня, спасибо, иди. Даня, я могу пропустить тебя. Только одного. Но кто все эти люди? Петрова, Герасимов. Нет. Коля. Во-первых, ты мне должен. Если бы не я, ты здесь не работал. Ты бы вообще нигде не работал. Понял? Пойми сам. Мне сначала нужно договориться с погранцами. Потом собственная служба безопасности. Ты понимаешь, что я потом буду? Много чего им должен. Да я тебя подстрахую. Беспокойся. Ну, чего ты? Давай, 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 помогай. Твоя очередь. Давай, давай, Коля, давай. Ну, ладно, Щедников. Черт с тобой. Внимание. Руководитель группы Щедников, Занила Романович, просьба сойти оставшимся сотрудникам, улетающим рейсом к выходу номер один. Чего ты дергаешься? Может, пройдемся? Куда собрался? Слушай, может, и правда пройдемся? У нас еще два часа времени. Ладно, пошли. Не тормози. Не тормози. Пить хочу, купить попить. Чего тебе? Воды с газом, вес. Сок лучше сока. Какой? Цитрусовый. А, самолет у нас. Сок проданы. Яблоко, апельсин, томат. Цитрус. Двести пятьдесят. Сто, двести, пятьдесят. И монеточки. Себя оставим. Ты что? Ты что? Олег, ты что? Молодой человек, вам плохо? Эй, что случилось? Слушайте, его тошнит. Возьмите салфеточку. Нет, девушка, спасибо, у нас все есть. Не надо, девушка, спасибо. Тихо, тихо, тихо. Спасибо. Тихо, тихо, тихо. Поднимайся, поднимайся. Тихо, тихо. Поднимайся, поднимайся. Тихо, тихо. Сейчас главное без самолета, ты тащите, там разберемся. Эй, 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 слышите, куда? Молочок, 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 так вы меня видите, слышите? Это очень страшный рейс, он обязательно должен лететь. Куда лететь, он умрет в самолете. Пошли, поехали, поехали. А как, как? Да, да. Поехали за ней в больницу. Давай, да. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ